Всем привет! В прошлом году я точно таким же образом посеяла семена лобелий в середине февраля в пластиковый контейнер и весной при установившейся теплой погоде высадила ее в свой цветник. Просто вытащила содержимое контейнера вместе с землей и разделила его, тут сколько получается, 6 наверное или 8 частей и высадила. Прижилась она очень хорошо, обильно цвела все лето, поэтому в этом году я также хочу без пикировки, без каких-либо лишних действий высадить эту лобелию сразу же на постоянное место в саду или в цветнике. О том как я сажала лобелию у меня есть видео, вот эту лобелию я посадила в снег, 10 февраля она у меня была посажена и на данный момент уже вот такие вот высокие длинные росточки и им требуется стрижка, требуется прищипывание и так как у меня здесь микс в пластиковом контейнере, у меня микс, поэтому растения совершенно разные, что называется кто в лес, кто под дрова, одни очень вытянутые, вот например вот как это растение, но этот росточек уже даже он пытается выбросить бутончики, скоро будет свести, нужно было мне сделать эту процедуру гораздо раньше, а некоторые растения еще совсем крошечные, поэтому стрижку можно сделать не всем растениям одновременно, а те именно кто выделяется из общей массы, вот их можно и подстричь, тогда они будут пускать дополнительные побеги и более пышно цвести. Вот в этом миксе я подозреваю, что у меня есть ампельная, поэтому она так уже совсем ложится, веточки длинные, в основном лобелию она вот таким образом стоит и тогда стрижку можно сделать всем растениям одновременно, подстричь их не обязательно такими маникюрными ножничками, самыми обычными ножничками, все это подстригается. Самые вытянутые растения, которые выделяются из общей массы, подстричь им макушечки. Такая процедура растениям как правило на пользу, они будут дополнительные побеги выпускать и расти более пышно. В этом кашпо у меня посажено растение, которое я в дальнейшем не буду ни пикировать, ни пересаживать, вот так в кашпо они у меня и останутся расти. Как я их сажала, у меня об этом есть видео, внутрь в грунт я добавляла самодельный гидрогель, так же в этом видео об этом будет говориться. И здесь у меня вот такой красивый сорт, голубая лобелия с белым глазком. В данном случае эти растения мне не доставляют никаких хлопот, стебельки я только присыпала землей и в дальнейшем этим растениям потребуется стрижка, чтобы они были более кустистыми. Посажены они у меня были 20 марта, больше чем на месяц позже, чем вот это растение в пластиковом контейнере. Но тем не менее, я думаю, что вполне они хорошо развиваются. Только полив нужно производить очень осторожно. Лобелия не любит, когда прям на голову ей льют, когда на листочки или стебельки попадает вода. В таком случае растение этого не выдерживает такого обращения и, как правило, погибают. У меня здесь видны такие островки, такие проплешины. Это означает, что туда, скорее всего, попала вода и растения не выдержали такого обращения. В каком же случае нужна пикировка? Пикируем мы свои растения тогда, когда посажены они слишком рано. Некоторые сажают лобелию уже в январе месяце и потом это растение бедное растет, мучается без света, потому что солнца еще мало, потом еще его нужно пикировать, а на подоконниках уже и так не хватает места, потому что рассады у нас весной очень много. Поэтому в дальнейшем я покажу, насколько удачный у меня опыт. посадки вот этого растения, если все хорошо, то, в принципе, для всех этот опыт будет очень полезен, чтобы как можно меньше пикировать, пересаживать, потому что все это отнимает очень много времени и сил. Рада была с вами поделиться своим опытом выращивания лобелий. Вы, конечно, поступайте по своему усмотрению. На этом все. Если видео было интересным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на новые видео, делитесь с друзьями в соцсетях. Всем красивых цветов! Всем пока!